Розалея тоже теперь хочет с корзинкой ходить. Мы ходили с Женькой, забирали курочку-гриль. Сейчас идем домой. И у нас так холодно сегодня, прям такое ветер сильный, град. Мы идем, ловим редкие градины. Я просто пытаюсь показать, смотрите, там в конце улицы бушует море. Такое ощущение, что волны, не знаю какой высоты, по 5 метров. Ну, я загнула, конечно, ладно. Ну, издалека очень выглядит море опасным. Поэтому мы к нему сегодня не пойдем, не пойдем. Мы идем домой обедать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро, колопочий мой, доброе утрочка. Доброе, доброе утро. Адьям, манжеры. Пойдем завтракать, пойдем? Пойдем, моя сладкая. Всем доброе утро, я сегодня сделала на завтрак сырнички с рикоттой. Хочу поменять свой завтрак, я все время ем молоко с печеньем на завтрак и с кофе. Хочу сейчас внести каких-то перемен. И вот я их сделала, думала, буду кушать со сметаной, с медом, но они настолько нежные, настолько вкусные, сладкие, что я ничего не добавляю, ни меда, ни сметаны, кушаю так. Ням-ням, приятного мне аппетита. И вам всем тоже приятного аппетита. Кто сейчас завтракает? Вкусно. Приятного аппетита. С медом не попробуй. С медом? Ну попробуй с медом. Мне кажется, будет очень сладко. А я что хочу? Слишком сладко с медом. Вот так. Вот так? Ну давай, кушай так. Вот и я, доброе утро, отвела Женьку в школу. Сейчас, знаешь, все, что хочу вам показать. Смотрите, я сегодня мыла голову третий раз. И все еще смывается немножко цветная вода. Когда я, ну, смотрю, что в ванной остается немножко цветная вода. Хотя я очень хорошо промываю тщательно. Но уже вот третий раз смою голову, все еще цветная вода. И оттенок побледнел на волосах. Он стал гораздо светлее. Если помните, как только я покрасилась, это был такой сиреневый. Яркий, блестящий, очень-очень-очень насыщенный цвет. То сейчас он гораздо бледнее. Смывается неравномерно. Местами немножко более такой рыжий. Более рыжий-коричневый, немножко более медный местами. Особенно сзади это видно. Но это потому, что у меня база была не идеально одного оттенка. Она была немножко пятнистая. Я сама красила с Женьной помощью. И база была далека от идеала. Поэтому смывается где-то вот он еще фиолетовый. Там действительно фиолетовые волосы, сиреневые. А вот там, где окрашены свои темные волосы, оно немножечко более такой медно-коричневато-сиреневый непонятный оттенок. Но в целом смотрится хорошо все. Я не знаю, сколько оно еще будет смываться. Это была просто окрашивающая маска. У меня даже есть такое подозрение, что оттенок полностью не вымоется на осветленных волосах. Наверное, он и останется. Но как есть. В любом случае, это выглядит гораздо опрятнее, чем вот моя пробивающаяся седина. Волосы не испорчены. Эта маска волосы не портит. То есть у меня главная цель была в том, чтобы дать им отрасти. Я вот буду пользоваться такими разноцветными масками, буду разные пробовать, для того, чтобы их отпустить. У меня уже после последнего окрашивания сантиметра-полтора где-то отрос корней. Я хочу их отпустить хотя бы вот настолько. И потом уже пойду к мастеру. Будем решать, что со мной делать. Но я уже так примерно представляю, что я хочу. Наверное, я буду уже теперь делать милирование. Но основную массу волос красить не хочу. Потому что мне не очень нравится качество. После осветления, после окраски в более светлые тона, волосы у меня соломенные. И мне это неприятно. Конечно, когда я бальзамом попользуюсь, бальзамом их ополосну, то они нормальные. Сейчас они гладкие, мягкие, приятные. Но все равно это немножко не то ощущение. Я хочу именно ощущение живых волос. Поэтому пока как-то так. Но в целом мне очень нравится. Даже вот он побледневший оттенок. Он хорошо выглядит. Да, девчонки, я... Смотрите, я пытаюсь на свету показать вам, как оно выглядит. Надеюсь, будет видно. Девочки, я читаю все ваши комментарии. Я знаю, что многие привыкли видеть меня блондинкой, что вам не нравится, вам непривычно темные волосы, тем более яркие, такие, может даже немного вызывающий оттенок. Я все читаю, я все вижу. Светлые волосы блонд, это не мой натуральный цвет. Мои волосы были очень-очень темно-русые, ну, очень темный оттенок. И я никак не могу себя... Я не воспринимаю себя в блонде. Это, знаете, я не я. Я не понимаю, красиво мне или некрасиво этот оттенок. Я просто себя не воспринимаю. Я не могу подобрать себе оттенки в макияже, в одежде, потому что я не могу привыкнуть к этому цвету. Я не могу привыкнуть к тому, что я теперь вынуждена быть блондинкой. То есть это вынужденный цвет, понимаете, для меня. Поэтому вот сейчас я темная, я... Ну, как бы у меня такой флешбек немножко назад. Еще минус 15 килограмм бы. И тело немножко больше, чтобы в тонусе было. Вообще бы был полный флешбек. То есть сейчас у меня такая передышка от блонда. Я не знаю, сколько она продлится. Но то, что несколько месяцев это точно. Может быть месяц, может быть больше. Ну, это так. У меня желание перемен, желание весны. Вот. И посмотрим, во что оно еще выльется. Но сейчас у меня вот такой вот период. Мне хочется чего-то, какого-то свежего ветра. Я чищу шкафы, я все выкидываю. У меня немножечко сейчас перемены в жизни. К лучшему, я надеюсь. Мы уже пообедали. И даже я сходила в школу, забрала Женьку. Я даже сняла сториз в Ютубе, в Ютубе, в Инстаграмах. У Жени, кстати, новая функция. У нее на Ютубе есть сториз. А у меня нету еще. Но у меня сегодня стало подписчиков уже больше 10 тысяч. Так что нас, друзья, уже больше 10 тысяч. Я очень рада. Мне очень приятно. Ваше доверие. Мама, у тебя уже не фиолетовые волосы. А, не фиолетовые? Кстати, они рыжие. Да, я показывала. Ой, очки поправила. Итак, значит, что хотела рассказать. Ну, у нас сегодня такая классная погода. Солнце. Она вышла на меня носить маленькие, одинаковые, как у нее. Да. Кроссовки, вытянула меня на ощупь. Если ты меня еще раз перебьешь, то я больше не буду тебя снимать. Хорошо. Так, значит, я сегодня с утра, пока Женя была в школе, занималась всякими домашними делами. Там мыла мусорные бачки, драила там стены, что-то. Да, у меня такое было желание навести порядок. Я еще хотела перемыть окна и еще кое-что сделать. Но уже потом не успела, уже начался обед, мне надо было готовить. Вот. И на улицу не выходило. Но у нас сегодня потрясающая просто погода. После этой холодной недели, я мерзла всю неделю, мне было холодно, холодный ветер, низкая температура. И сегодня, наконец-то, светит солнце и теплый ветерок. Я в таком восторге. И поэтому я специально даже утром никуда не пошла. Я хотела пойти после обеда, чтобы я взяла не только Розалию, но я взяла, чтобы и Женьку. А то она сидит все время дома в телефоне, в компьютере. Я в компьютере не сижу. Ну, ходит, конечно, на свои занятия, куда я ее вожу. Но это пять минут прошли, и она из помещения в помещение, из помещения в помещение. А, ну, надо как бы витамин Д, и все такое, солнце. Поэтому я сегодня взяла обоих красавиц, мы проедемся вдоль моря, прогуляемся. Вот, я просто хотела снять вот этот куст. Видите, какое все уже красивое, весеннее. Жень, поехали в Джовинацию в кафе? А-а-а, 400 километров, поехали! Просто Женя не хотела никуда идти, на самом деле. Я ее уговорила поехать на велосипеде. За то, чтобы... Такой шантаж, подкуп был у нас. Мы поедем вдоль моря, прокатимся на велике и зайдем в какое-нибудь кафе. Что-нибудь ей вкусненькое купим. Вот. А сейчас я предложила, говорю, поехали уже не вдоль моря, а поехали прямо в Джовинацию. В общем, она согласна. Мы поехали. Давайте проезжаем вот виллы. И Женя говорит, значит, она рассказывает, что этой вилле лет 200-300. И вот это одна из старых вилл. Их называют вилл антика здесь называют. Смотрите, видите, у нас тут дорожка для велосипедов и светофор там даже для велосипедов. На тонный пол. Так, все, перешли мы дорогу. Теперь мы на велосипедной дорожке. Здесь уже можно до самого Джовинацию ехать. Смело, ничего не бояться. Потому что до сих пор мы по обочине ехали. Это не очень комфортно. А здесь специально оборудована велосипедная дорожка. Я когда первые два года здесь жила, я много ездила по этой дорожке. Я каждый раз снимала влоги. Но потом у меня наступила беременность. Где-то к середине беременности я уже ездить перестала. И все, потом уже вообще сижу дома безвылазно. Так, все, поехали мы в Джовинацию. Тут, кстати, виллы такие красивые по дороге. Но у меня руки заняты. Я веду велосипед, так что я снимать вряд ли буду. И еще когда одна еду, да, это одно. А когда у меня сзади Розалия, то мне тяжелее везти. Да, мне сложнее управлять этим мини-транспортным средством. Поэтому, в общем, как-то так. Поехали, Жень, поехали. Семь километров проехали. Ну, все, мы приехали в Джовинацию. Хочу вам сказать, что это была такая дурная идея с моей стороны. А сама радовала. Потому что мы где-то проехали одну треть пути. И начался сильный ветер в лицо. Я, честно говоря, чуть докатила уже. А как ехать домой, я вообще не представляю. Ты нажми еще раз, что-то не включается нам. Красный, зеленый. О, зеленый, пойдем. Я просто покажу, как я выгляжу. И чувствую я себя примерно так же. Если честно, кровь, конечно, погоняла. Ну, устала. Просто невероятно. Здесь всего-то семь километров. Еще обратно ехать. Всего-то. Ну, раньше-то всего-то, да. А сейчас для меня уже это сложно. Плюс. Газолины пятнадцать. Плюс пятнадцать килограммов. Плюс вот это, ну, она же сиденье дает такой дополнительный момент, да? Поворачивающий. А он тоже крутится, да? И нам ветер бил в лицо. Ни с того ни сего поднялся. Опять штормовой ветер в лицо. Короче, я устала. Сейчас иду с Женей и урежение. Первая попавшаяся кафешка. И я туда упаду. Хорячочки красивые. Вот рассматриваем витрины. Розалия не делает страшных. Розалия песни поет. В Италии самое красивое здание. Это здание, в которых размещен банк. Видите, какой-то банка. Не вижу отсюда, что за банка. Такой с лепниной. Мы уже дошли до площади. Такой косяк. Я совсем забыла, что в Италии, получается, до пяти часов все закрыто. И что, мы идем? И все кафешки и бары, все закрыто? Мы сейчас тут отдохнем, заторчим. Розалия побегает по площади. И Женя побегает. Но прежде чем остановиться в баре, мы пройдем вот туда, по улице, чуть-чуть выше. К порту. Там очень красиво, я обожаю. А Розалия нравится? Да. Все ей нравится Розалии. Смотрите, какая тут красота. Дальше идем. Сувенирные какие-то музеи, сувениры. Ну, половина закрыта, конечно. Всего не то время. Вот мы пришли в порт. Я его обожаю. Все очень красиво. Мы пойдем туда повыше. Пойдем на верхнюю точку, Женя. Пришли. Дай руку, доченька. Дай руку. Смотрите, какая красота. Здесь красиво. Обожаю тут. Ага, конечно, конечно, тебе надо это покрутить. Ну, давай. Становись. Давай, давай, я помогу тебе встать. Так, давай. Раз, два. Давай, давай, мой капитан. Давай, мой капитан. Стой, осторожно. Женя звонит сестрам двоюродным. Дай руку, 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 дай руку. Так, все, мы надышались воздухом в морду, а сейчас поедем с девчонками в кафе, обещанное. Потом пора ехать домой уже. Солнышко садится. Я вот хотела в это время успеть, пока еще солнце, пока тепло. И мы все успели. Там Женя снимает себе сторизы на ютуб. Мы на площади. Мы всегда в этом Джовинасо проездом. Вечно спешим, спешим. Нет времени остановиться, рассмотреть. Видите, такой храм стоит. Площадь. Площадь довольно большая. И вдоль улицы, видите, куча кафешек. Ой, солнышко так светит по-летнему. Много лавочек, фонтан. Сейчас он не работает. Но он работает вообще зимой. Просто вот именно сегодня, сейчас, когда мы подошли, он выключен. Он с посветкой очень красивый. Институт у Витории Эммануэли. А, вот кафешка. Храм. Фонтан, площадь. Отсюда лучше видно сейчас, да? И здесь очень много места. Пока никого нет, мы катаемся на великах. Представляете, взяла с собой воды. А бутылка перевернулась и вылилась вся по дороге. Так, мы вот припарковали, видите, на замочке прицепила два велосипеда к такой штуке. Не знаю, можно, нельзя так делать. Ну, как бы, я не вижу другого выхода. Все, пошла к девчонкам, они уже в кафешке выбирают. Мы с девчонками выбираем, где присесть. А там не хочешь, где уединенное вначале самое? Хочешь тут посидеть? Так, пришел наш десерт. Это мы, да, ехали на велосипеде, сжигали калории. Для того, чтобы сейчас кушать. Да, сейчас я тебе это дам. У меня с кокосом и ананасом, а у Жени с орешками. Это Мео? А наше питье у меня кола. Финоли, это ведровые орешки. Тебе нравится? Мы с курицей едим. Да. Очень прикольный у меня пирог с ананасом. Девчонки, такой прикольный вообще. Ну, непривычный просто. А у тебя как, Жень? У меня вкусный с курицей. Вкусный? Бона, сказала Розалия, уминая мой тортик. Бона, бона. Уплетаю. Уплетаю. Если вы приедете в Бари, обязательно проедьте в Джовинацию. Он небольшой, тут всего 20 тысяч населения. Но он безумно очаровательный. Я обожаю просто эту площадь, порт. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Далеко не ездили. Поэтому я рада, что сегодня выбралась. В направлении к Живинацу было ехать сложно. Потому что был ветер в лицо. Я так устала. Мне было так трудно. Но я так давно никуда не выбиралась. Ни в спортзал, ни в бассейн, ни на море поплавать. Но ничего я не делаю для своего тела. Поэтому я думаю, не поеду. То есть я так немножко через усилия, как когда в спортзале работаешь, делаешь упражнения через усилия. Сделала я, в общем-то, рада, довольна. Я вообще обленилась сейчас. Ничего не монтирую. Несколько дней уже. Но я видела, что у меня на канале добавилось людей. И я хочу поприветствовать всех новых зрителей. Я видела, что у вас уже больше десяти тысяч. Мне безумно приятно на самом деле. И спасибо вам большое за доверие. Спасибо, что вы меня смотрите. Я надеюсь, что вам понравятся мои новые видео. Спасибо, что вы со мной. На этом буду свой влог заканчивать. Спасибо большое за просмотр. И всем вам хорошего настроения. И чао-чао от тути. Увидимся в новом видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.